МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка, посвященная новым возможностям изучения древних людей, именно использования 3D-печати. В тех случаях, когда мы не можем непосредственно посмотреть или подержать даже в руках при исследовании сам череп, потому что они, естественно, хранятся в разных музеях мира. Группа австралопитековых и группа хомо рода гомо. Это махабелис и неандертальцы показаны. И в последней витрине, в последнем модуле мы демонстрируем черепа уже людей раннего железного века и раннего средневеков, то есть уже современного физического вида. И таким образом можно хорошо представить, как все-таки эволюция двигалась вперед и как внялась внешность человека. В свое время очень сильно поразило, насколько наука продвинулась в изучении происхождения человека. К счастью, у нас есть современные технологии 3D-печати, которые позволяют сделать очень точную 3D-копию. Здесь, в принципе, есть находки очень современные. Буквально в 15-16-м годах их копали и их еще изучают. Их бы физически еще не успели выставить в музеях. Как правило, эти модели выкладывают либо в открытый доступ, либо надо просить у ученых, у археологов, чтобы они их сделали и выставили. Печатается, скажем так, приблизительно от суток, потому что процесс довольно-таки длительный. Тонкими своями наносится этот пластик и нужно за ним следить, чтобы, в общем-то, ничего не произошло. То есть он вроде бы как автоматический, но там есть свои нюансы. Для меня эта выставка виявилась циковой, первое за все, поединением археологий и новой технологий. Я взагалі вважаю, что сучасная наука наибольшие прорывы может гарантировать там, где объединятся разные направления. Археология, технология, археология, биология, археология, геология. И там объединение двух направлений науки даёт новое знание всем студентам. Это будет интересно. Это будет интересно не только студентам-историкам, но и технарям. Сегодняшний захист интересен для меня, как для профессионала. Мне очень нравится. Мне интересно это как профессиональный музейник, потому что тут используются не новой технологии в мире, но и для Украины. Это 3D-моделирование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова